все хорошо всем здрасте сегодня мы продолжаем с вами то эту историю которую мы с вами в прошлый раз не закончили а именно мы с вами сегодня должны все-таки разобраться с минимальными автоматами и показать все то что мы хотели показать значит давайте вспомнить теорему который мы так так а лима что для любого языка существует pdk pdk это полный детермирует конечный автомат в котором все состояния попарно не эквивалентны давайте вспоминать конструкцию которую мы с вами сделали для этой вещи кстати нормально презентацию доску видно да все отлично не мы обычно как дела отключали передний мы отключали передний свет включали задний так так нет вот тогда можем так сделать хорошо итак давайте вспоминать какой автомат мы с вами построили значит у нас был автоматом у которого это или темп некоторые языки и мы с вами построили автоматом штрих таким образом у нас были классы эквивалентности вершинку исходного автомата дальше у нас было состояние алфавит алфавит тот же самый дельта штрих был тот же самый что вы еще с вами говорили надо стартовую вершину определить стартовое состояние у нас было это вершина состоящий из класса эквивалентности вершину q0 и последнее что мы определяли это множество завершающие состояние множество завершающие состояние это у нас класса эквивалентности qf где qf это завершающее состояние и мы с вами прошлый раз показали что этот автомат вообще корректно строится а в нем все переход хода согласованы в нем завершающие состояние корректно определены распознаваемые языки совпадают и давайте я открою этот слайд и что нам так сейчас давайте как-нибудь это как-то штуку убрать надо мышку увести да нам нужно доказать теперь что состояние в этом автомате попарно не эквивалентны да как это делается ну нам нужно показать следующее давайте рассмотрим это не эквивалентность показываем но для этого нам нужно рассмотреть какую-то q1 класс эквивалентности и класс эквивалентность какого-то автомата q2 ну теперь скажите что мы можем сказать если они не эквивалентны давайте рассмотрим такую историю а точнее наоборот пусть они эквивалентны в автомате m штрих тогда что мы можем сказать тогда мы можем сказать что для любого слова w дельта в автомате m штрих у 1 в принадлежит в штрих тогда и только тогда когда для любого дельта m штрих q2 в принадлежит f штрих да это определением эквивалентности на любое слово записываем доходим до конца там и там так но теперь давайте распишем что вот это такое дельта m штрих это значит что где наверное тут уже за кафедрой не видно будет давайте на другую доску перейду значит тогда мы можем написать обозначим q1 f это класс эквивалентности дельта m у 1 дубль в который будет лежать в штрих ну из этого на самом деле следовать будет такая вещь что на самом деле существует q1 f ну который вот канонический представитель этого класса мы можем любой элемент из этого класса брать и он уже будет лежать в f вот здесь у нас получается дельта m у 1 чё у нас по слову в будет равен q1 f принадлежащий штрих тогда и только тогда когда существует такое же q2 f где q2 q2 f мы тоже обозначим как дельта m штрих q2 w тогда у нас тоже будет существовать какой-то канонический класс из исходного автомата в котором есть переходы только уже в оригинальном автомате ну просто берем по каноническому представителю из каждого класса и пишем это соотношение да помните мы говорили что нам неважно из какого класса из какой вершины витит но мы доходим до завершающей состоянии ага вопрос который я хочу вам задать что мы тогда можем сказать про состояние q1 и q2 в исходном автомате если выполнено что для любого слова существует состояние в завершающей состоянии да они эквивалентно уже в исходном автомате m ну а поскольку они эквивалентны то они лежат в одном классе эквивалентности вот хорошо то есть на самом деле это самая простая часть доказательства была то есть прошлый раз мы по сути с вами готовили почву для того чтобы сейчас это все достаточно просто доказать это собственно заканчиваю доказательства наши лемы которые мы начинали в прошлый раз если вопросы давайте задавайте если не так я на всякий случай тут это достану себе шпаргалочку если буду в него подглядывать не обессудьте ага давайте дальше а дать теперь введем определение минимального пдк который мы еще с вами не вводили давайте введем определим м как минимальный пдк это пдк в котором состоит количество состояний минимально вопрос что необходимо показать вот с точки зрения синтак и ну русской как семантики семантики русского языка почему он называется минимальный пдк они минимальные пдк да значит нам нужно показать что он единственный с точки с точки зрения изоморфизма что он вообще существует потому что мы могли назвать его не минимальный дк а а инфинумный дк вот ну сами понимаете минимум инфинум это два разных понятия вот и сегодня мы как раз это с вами сделаем во первых как его получить во вторых почему он существует а в третьих почему он единственный с точки сюда изоморфизма и первая лима которую вот эта лима которым мы доказали она на самом деле нужна для ответа на второй вопрос почему этот автомат существует потом мы докажем что он единственно источник изоморфизма а третье мы его получим итак смотрите давайте докажем теорему пусть м будет минимальным пдк распознает еще язык l тогда и только тогда когда любые два состояния попарно не эквивалентны и все до состояния достижимы стартово вот такие два свойства то есть так что это у нас получается кодинг не эквивалентны q2 и как писать для любого состояния существует такое слово w а из сигма со звездой такое что q0 в мы можем дойти до этого состояния это так пишется определение достижимости вот и давайте докажем сегодня эту теорему она на самом деле несложная давайте подумаем в какую сторону проще доказать а слева направо справа ли а ну давайте слева направо так хорошо первое что нам надо проверить во первых что любые два состояния попарно не эквивалентны почему потому что если бы какие-то два состояния были бы эквивалентны то что мы могли бы сделать да то запусти предыдущий алгоритм из клей я прям так и напишу хорошо так а теперь почему все состояния достижимые стартово что было бы если бы у нас было бы какое-то состояние которое недостижимые старта да если есть то делаем дробь но от этого можно формально показать что множество слов которые распознаются языком но автоматом она не меняется это такая с в одну сторону теперь поехали с доказательств в обратную сторону а тут более такое интересное доказательство вспоминаем лему которая у нас с вами была что мы можем сказать про вот это множество мне кажется про него лем там отследствие из какой-то лемы или теоремы да не больше чем количество состояния в любом автомате вот и теперь смотрите что мы с вами сделаем давайте покажем что если у нас два состояния в этом каком-то автомате не равны между собой да возьмем автомат м в котором любые два состояния попарно не эквивалентны да и посмотрим что будет для этого состояния когда мы дойдем до него по ним и слова w1 и слова w2 да рассмотрим такие что дельта от q0 в 1 не равно в 2 но это пусть обозначим q2 а это пусть будет q1 нам нужно показать что в 1 не эквивалентны в 2 но смотрите что означает что два состояния не эквивалентны между собой в оригинальном автомате состоянии в котором да значит смотрите существует слово w в покое что давайте без ограничения общности положим что дельта q1 в принадлежит в 1 а а дельта а это f до обычных состояние w не принадлежит в но существует слово который их различает то есть второе условие не принадлежит f и принадлежит f мы будем смотреть ровно аналогичным образом на а теперь распишем это что это такое у нас получается это у нас равно дельта q0 дубль в 1 дубль в а это у нас будет дельта q0 в 2 какое действие я пропустил когда я это писал вопрос на это на понимание ну это раньше сразу нельзя записать а да откуда мы из дубль в получили дубль в один в а здесь дубль в два в какой каким свойствам воспользовались для дельта да мы воспользуемся транзитивностью для дельта да когда сказали что q1 это дельта q0 дубль в один подставляем сюда в по транзитивности получаем дубль в один дубль в а это чему равносильно это равносильно тому что дубль в один дубль в лежит в языке это равносильно тому что дубль в два дубль в не лежит в этом же языке а и какой вывод из этого мы можем сделать что у нас есть два слова, приписывая к нему справа какой-то конец, одно лежит в языке, другое не лежит в языке. Да, ну тогда можно сказать, что из вот этого вот всего, вот этого. Да, то есть смотрите, мы берем два неэквивалентных, любые два состояния, поскольку у нас автомат с попарно неэквивалентными состояниями, то это просто два разных состояния, вот, и получаем, что у нас находятся попарно неэквивалентные слова. И тогда для нашего автомата автомата M выполнено какое соотношение? Давайте M, у него пусть он будет у нас Q' и так далее. Что мы можем сказать, как соотносятся у нас с вами Q' и σ со звездой мощность-фактор множество. Кто кого больше? А? Вот из того факта, который мы сейчас с вами доказали, что если мы берем любые два состояния, они мапятся в два неэквивалентных слова. Может ли быть такое, что вот эта история будет больше, чем вот эта? Ну да, смотрите, если бы вот это вот множество было больше, чем вот это, то произошел интересный факт. Мы берем любые два разных состоя... По принципу Дерехле при помощи вот этого отображения у нас было бы два разных состояния, в которые бы перевелись два эквивалентных слова. Но что этих больше, чем этих. То есть на самом деле мы бы сказали, давайте рассмотрим отображение F, которое бьет из множества состояний в... из множества переходов... как это? Пар состояний в множество слов. Да. Ну в общем, в итоге получаем такое соотношение... Ой, ну я молодец, конечно. Не то пишу. Вот такая вещь. А с другой стороны, что мы получаем? Ну вот, используя... Используя звездочку, мы можем написать это... Для любого автомата у нас выполнено соотношение. Какой вывод из этого мы можем сделать? А? Ну да, он минимальный. Ну все, доказали. То есть, берем две вершины, маппим их в какие-то слова. Эти слова оказываются неэквивалентными друг к другу. Ну, значит, количество состояний в этом автомате не больше, чем размерность фактора множества. Понятен этот... эта история? Хорошо. Давайте сделаем некоторые замечания из этого всего. Как соотносится... Ремарк — это, если что, замечание. Как соотносится в минимальном автомате вот эти множество. А? А? Они равны между собой. Ну почему? Потому что вот ровно в том автомате, который мы писали слева, мы могли вместо Q подставить Q-штрих, потому что это выполнено для произвольного полного детермируемого конечного автомата. Вот. Это замечание один. Замечание второе. Вспоминаем, как мы доказывали, что размерность фактора множества не больше, чем мощность множества количества состояний. Каким фактом мы пользовались? Да, что сигма со звездой, если у нас есть Q, принадлежащая сигма со звездой, L, то U представляется в виде объединения каких-то LQ. Помните, было такое. Где LQ это множество слов B, из которых мы можем дойти и стартового состояния в состоянии Q. Тогда что мы можем сказать про в минимальном автомате? что мы можем сказать про квантер объединения? А? Не, даже более мощно. Аз одного элемента мы можем это приписать вот такое даже. А? Да. А, даже можно это без этого. Существует единственный АКО. Вот. Зачем это нам нужно? Сейчас поговорим про это. Это нам нужно для того, чтобы доказать существование и единственность минимального ПДК с точки изоморфизма. Да? Вот смотрите. Замечания понятны? Поехали дальше. Значит, теперь доказываем главную теорему. Существует единственный минимальный ПДК с точностью до изоморфизма. Давайте построим канонический автомат. Автомат такой. Где писать его? Давайте на новость это на новой части доски напишем где-нибудь. вот тут пойдет? Или где лучше? А? Давайте немножко менять параметр. Итак, смотрите. Настроим канонический автомат. МПДК значит, он выглядит так. Состояние в нем класса эквивалентности L, алфавит сигма, перехода обозначим, здесь это история класса эквивалентности пустого слова, а здесь у нас получаются классы эквивалентности слов, которых лежат в языке. Вот такой. Так, вот такой автомат. А дельта определяем вот так. Класс эквивалентности у А. Так, на какие вопросы мы должны с вами ответить? Да, корректно ли определен этот автомат? Хорошо. Какие претензии у нас могут быть к этому автомату? Здесь у нас есть претензия? Конечно ли? Ну, мы ну, да, ну, потому что у нас так или иначе существует минимальный ПДК для языка. Да, кстати, вопрос такой, вот это понятно ли, что вот доказательства предыдущих двух фактов по сути доказывают существование минимального ПДК? То есть мы построили, смотрите, для любого ПДК у нас существует ПДК, в котором состояние попарно неэквивалентное, а мы доказали, что МПДК, в котором состояние попарно неэквивалентное, является минимальным. Да, то есть тут две логических цепочки. То есть МПДК у нас всегда существует. вот, вот это мощность это множество меньше, чем бесконечность, потому что она ограничена сверху количеством состояний для какого-то минимального ПДК. Дальше, что нам нужно показывать? Стартовое состояние, класс эквивалентности пустого слова, но тоже логично. Так, теперь нам нужно определить, что еще нам нужно тут показать? Да, дельта, значит, у нас дельта от множества У и А равно УА. Нам нужно показать следующее, что если У эквивалентна В, то тогда УА эквивалентна ВА. Это правда? Скажите мне. Ну, хорошо, ну, на самом деле это легко проверяется. УА эквивалентна ВА, тогда и только тогда, когда для любого слова W УАВ принадлежит языку, тогда и только тогда, когда В АВ лежит в языке, ну, тогда обозначим В штрих как АВ и получим, что У В штрих лежит в языке, тогда и только тогда, когда В В штрих лежит в языке. Ну, из этого следовать будет, что УА будет эквивалентна ВА, потому что для любого слова W нам просто нужно из этого слова выбрать подножство слов, которые начинаются на букву А. Вот, это верно. Этот факт нам еще понадобится. Что еще нам нужно показать? Вроде все. Ну, еще нужно показать, что если У эквивалентна, еще один факт. Если У эквивалентна В, а У лежит в языке, это почему? Какое нам слово W нужно в конец приписать, чтобы это получить? Пустое слово. Ну, тогда получается, что У лежит в языке, тогда В лежит в языке. Вроде теперь показали эту всю каноническую историю, и теперь построим с вами для всей этой истории канонический изоморфизм. Так, ну, смотрите, что он строится. Он, мы обозначим его в букву кэпси от Ку, равная множеству тех слов, у которых доходим ПВ. Это что у нас за зверь такой? Как мы его уже обозначали? ЛКУ. Вот. И на самом деле из второго замечания, которое мы с вами сделали, следует, во-первых, что Фи это отображение, да, причем оно будет являться взаимооднозначным. Да, ну, просто надо будет аккуратненько все проделать. Давайте я оставлю это в качестве упражнения. Можно будет показать, что ПСИ является биекцией. Да, это, если что, делается из того отношения, которое мы уже с вами строили. то есть это будет отображение для конечных множеств. Но это упражнение на кутюре множества. Вот. То есть это такая вот история. И на самом деле, более того, можно показать, что это ПСИ будет являться изоморфизмом между автоматами как графами. для этого нам надо проверить два свойства. Первое, оно заключается в том, что если мы возьмем дельта от вот так вот. Значит, то есть берем какое-то состояние Q, отображаем его изоморфизмом, переходим по ребру, получаем вот такое вот соотношение. Переходим в класс эквивалентности ПСИКУА. Вот, это тоже проверяется. И еще мы можем сказать, ну и нужно проверить еще согласование завершающих состояний. вот, это нам нужно показать, что вот такое вот соотношение тоже выполнено. Будем проверять? ну давайте проверим. Хорошо. Значит, давайте, так, первое проверяем. ПСИКУ, пусть ПСИ первое КУ это класс эквивалентности какой-то У. Да? Тогда давайте посмотрим, что это такое у нас с вами. Значит, это множество всех слов, класс эквивалентности всех слов, которые переходят из стартовой вершины проходят до W, доходят до какого-то состояния Q. И дальше мы делаем переход по букве А. Для всех этих слов. Да? Ну, теперь, значит, что мы можем сделать? мы можем на самом деле сказать, что мы можем пройти по букве А, сделать дополнительный переход. То есть у нас, давайте картинку нарисую, чтобы было понятно. То есть у нас Q0 есть, мы по слову W прошли до какой-то вершины Q, и дальше еще проходим переход по букве А. Давайте обозначим дельта Q А Q' И тогда мы это можем расписать как дельта, точнее множество тех слов V' равное W' из которых мы можем дойти из Q0 по V' в Q' Вот так вот. Ну и теперь, кажется, мы должны с вами это собрать. Вот. Как мы это можем собрать? Утверждение такое, что это вообще класс эквивалентности каких-то слов W' A в, да, сейчас, секунду, вот. А что такое при этом Fiat Q' штрих? Это вот это вот у нас множество. Вот так вот. То есть это у нас получается вот такой вот интересный класс. Что, понятно или нет? Или вообще туго? А? Значит, давайте рассмотрим. Значит, Psi от Q это U, да, Psi от Q' это некоторый тоже класс. Давайте вот так обозначим, что C от Q' это какой-то U' штрих. Да, и по сути, что нам надо показать? Нам нужно по сути с вами показать, что U' это некоторая комбинация слов WA. Класс, в некоторых слов WA. 2. Но это делается ровно по транзитивности переходов в автомате. Давайте сейчас еще покажем вот эту вот штуку, чтобы согласовать эти конечные состояния. И свалим на перерыв. Так, значит, у нас второй фактор. Что там нам надо показать? Что если у нас с вами U' лежит в F, да, вот так вот. Ну, давайте смотреть. Ну, в одну сторону. Q лежит F, значит, CQ это множество тех слов, которые у нас из стартового состояния по W доходят до Q. Да, но поскольку Q у нас с вами лежит в завершающем состоянии, то все эти наборы распознаются нашим языком. Да, ну, и получается, что это является подножством L. Дальше, если мы в обратную сторону, давайте прокрутим, C от Q это множество тех слов, которые доходят до какого-то состояния Q, и каждый из этих слов лежит в языке, да, то, наверное, состояние, до которого мы дошли, является завершающим. Потому что очень странно не доходить до завершающей состоянии и распознавать это слово. То есть это чисто такое вот определение L. Так, вот, это на самом деле, смотрите, сразу скажу, что идеи тут не очень много, главная идея просто, что мы строим каноническое отображение вот такое вот, где переходы у нас с вами согласованы, и строим канонический изоморфизм, который для каждой вершины показывает множество тех слов, по которым мы доходим до этой вершины. Все. Дальше у нас идет техническая проверка. Тупая техническая проверка. Вот. Ну, мы вроде бы ее сделали. Остался один факт показать, что вот это множество Psi от Q будет являться изоморфизмом между автоматами. Ну, давайте сделаем это на перерыве, а перерыв будет у нас будет за 13-11. пока что можно позадавать вопросы, если кому-то что-то непонятно. значит, что там происходит? А, что, в левой части происходит? Ну, сейчас разбираться. Значит, мы хотим показать, что эта штука изоморфизм. Что это значит? Это значит, что у нас должны быть переходы в одном автомате, перейти в переход в другом автомате, да? Да, а второй пункт это то, что у нас завершающий состояние во втором, в одном автомате переходит завершающий состояние в втором автомате. Да, то есть получается второе, что Psi от Q это множество тех слов, это ровно должно быть множество классов, какой-то класс эквивалентности слов, которые лежат в языке. Ну да, то есть это, поскольку теперь это класс эквивалентности, да, то он должен, он уже не сам лежит в языке, а является подножным этого языка. Вот. Это первое. Дальше вот второй факт, он достаточно простой, мы просмотрим, когда вершина. Да. Давайте соображать, значит, у нас может картинку нарисовать? Теперь вы еще пообсуждали более детально тонкости формулы, а теперь смотрите, что у нас есть один автомат, у которого есть канонический изоморфизм в канонический автомат. Есть второй автомат, у которого тоже будет канонический изоморфизм в канонический автомат. Вопрос, как доказать, что эти два автомата изоморфны? Ну да, вот смотрите, сейчас идею как раз нарисую. Вот у вас есть автомат М1, у вас есть отображение ПС1, которое его переводит в какой-то канонический М0, есть автомат М2, который каноническим мезоморфизмом ФИ2 переводит его тоже во М0. Вопрос, как перевести, при помощи какого преобразования перевести М1 в М2? Давайте назовем его. так, ну смотрите, да, начало ПС1 переводим в М0. Минус первый. Вопрос, будем доказывать, что композиция изоморфизмов является изоморфизмом? Не, не надо, да? Ну, хорошо. Да, кажется, это вы много где делали. Вот, ну, в общем, можно показывать это формально, прописывать, все это, все, ну, чтоб точно. И кто захочет, присылайте. Ну, пишите, обсудим этот момент. В общем, здесь пользуемся фактом, что композиция изоморфизмов является изоморфизмом. Ну, вот и все. То есть, вся эта история как раз нужна была для того, чтобы построить канонический изоморфизм. То есть, интересная особенность, давайте просуммируем. По сути, мы от авто... Почему можем построить минимальный автомат и почему он единственный источник изоморфизма? Потому что мы отошли с вами от абстракции, связанных с каким-то конкретным автоматом для языка на конструкцию, которая связана чисто с языком и не заточена ни под какой автомат. Да, то есть, она не зависит от способа построения автомата. Вот такая вот история. А теперь вопрос, который я вам хочу задать. Как его строить-то будем? Ну, тут говорим минимальный автомат, все, типа, все, хорошая теория, да, а практика-то что? А с практикой какие-то проблемы. Так вот, чтобы разрешить эту практику, нам нужно определить, когда состояние эквивалентное и на какой стадии останавливаться. Вот. Нам надо получить вообще попарно неэквивалентное состояние. То есть, у нас есть ПДК, нам нужно получить ПДК с попарно неэквивалентными состояниями. У нас обычно есть только слова, и нам надо как-то по ним понять, какие слова попарно неэквивалентны. Будем ли мы перебирать счетное множество слов? Ну, наверное, как-то бессмысленно это делать, нам времени не хватит. Давайте попробуем сделать следующую вещь. Давайте попробуем ввести эквивалентность по словам малой длины. Что это значит? Давайте говорить, что два состояния n эквивалентны для какого-то автомата, что если для любого слова, длина которого не больше, чем n, выполнено свойство эквивалентности. То есть, такое ограничение не для всех слов, а для слов какой-то небольшой длины. Тогда можно ввести вот такое отношение. Давайте сейчас докажем лему сначала. Она заключается в том, что два состояния эквивалентны. Если два состояния эквивалентны, то два состояния будут эквивалентны по словам длины не более количества состояний в автомате минус 2. Значит так, сразу скажу, на экзамене не запоминайте эту константу смысла нет. То есть тут можно написать о большом количестве состояния в автомате этого хватит. Давайте рассмотрим идею доказательства. Идея доказательства состоит в том, что давайте покажем, что если два множества и эквивалентны и плюс один эквивалентны совпадают по мощности, то все, то дальше они будут совпадать по мощности. То есть эти множества расширяться не будут. Для этого нам нужно показать два факта ровно. Первый факт, который говорит что следующее. Если два слова и эквивалентны, то что мы можем сказать про их? Точнее, если два состояния и плюс один эквивалентны, то что мы можем сказать про их эквивалентность? да, если Q1 эквивалентна, как мы сверху снизу пишем, Q2 и плюс один эквивалентна, то они будут и эквивалентны. и эквивалентны. Но почему? Потому что здесь слова у нас длины не больше, чем и плюс один, а здесь слова не больше, чем длины и. Вот. Тогда скажите, пожалуйста, как у нас обычно связаны вот эти два множества? кто из них больше, кто из них меньше? Судя из этого факта. Левая больше или правая больше? Да, правая больше. Вот. И смотрите, значит, что нам надо показать. То есть у нас получается последовательность этих чисел является не убывающей. То есть она либо такая, либо возрастает. Разрастаться до бесконечности она не может. Да, потому что сверху у нас есть вот такое вот множество. Да, она у нас конечная. осталось показать на каком моменте нам надо останавливаться. Отверждение. Первое, что говорит отверждение? Что пока у нас класс разбивается между собой, мы двигаемся. Если у нас классы не разобьются между собой, то есть у нас есть класс и от перехода и к и плюс один у нас не происходит разбиение на классы, то все, можно останавливать комедию. Вот, собственно, это нам нужно показать. Допустим, у нас Q ИТ равно Q И плюс один. Тогда нам надо показать. Ну, смотрите, давайте рассмотрим Q1 и Q2, которые, когда у нас произойдет разбиение на классы. То есть у нас есть две вершинки, которые не И плюс два эквивалентны, но когда они у нас И плюс один эквивалентны. То есть сначала они жили дружно, весело, распрекрасно, потом пришел черный лебедь и их разругал. Вот, давайте поймем, почему такого быть не может. Значит, что вот это означает? Давайте вот это, что И плюс два не эквивалентна. это значит, что существует слово длины U, длина которого не больше, чем И плюс два, и что дельта Q1 U принадлежит F, опять же, это мы делаем все без ограничения общности, А дельта Q2 U не принадлежит F. То есть в одном мы пришли завершающие стейн, в другом не пришли завершающие стейн. Ну тогда что мы можем сказать? Давайте положим U это какое-то AW и тогда посмотрим, что у нас с вами получается. У нас с вами получается, что дельта Q1 A U принадлежит F, а дельта Q2 A U не принадлежит F. Так, не U, а W. При этом у нас длина слова W уже становится на единичку меньше. Что это из этого значит? Смотрите, что мы можем сказать о состояниях вот этих вот. То есть смотрите, берем два состояния, проходим по букве, смотрим на их эквиваляции. Они эквивалентны? I плюс 1 эквивалентны они? А? Нет, они не эквивалентны, потому что у них существует слово длины I, длины I плюс 1, которая их различает. Вопрос. Являются ли они эквивалентны? Как говорится, быть или не быть, вот в чем вопрос. Давайте проголосуем. кто считает за то, что они могут быть эквивалентными? Ага. А кто за то, что они не эквивалентны? Так, 1, 1. Хорошо. Смотрите. Возвращаемся к посылке. Что вот это значит? А? Да, но при этом мы знаем, что если у нас два элемента больше, эквивалентны с большим коэффициентом, то они будут эквивалентны с меньшим коэффициентом. Вот это условие означает следующее, что если у нас два состояния были эквивалентными, то они будут и плюс один эквивалентными. Да? Ну, потому что тут у нас соотношение такое, а когда у нас соотношение такое? Когда у нас и эквивалентные классы разбиваются на некоторые другие классы. Вот. Поэтому у нас эта штука не и эквивалентна. Возвращаемся обратно, то есть у нас существуют слова, которые различают дельта q1a и дельта q2a. Ну, из этого на самом деле следует, что если вернемся на состояние предыдущему, то у нас здесь вместо коэффициента i, где слова длины не больше, чем i, они перейдут сюда в слова длины не больше, чем i плюс 1. А? Так, еще раз. Да. Да. Мы доказываем, что такого быть не может. Не. Если у нас выполнено вот это соотношение, то есть у нас есть соотношение, что если любые 2 вершины, если 2 вершины i эквивалентны, тогда они i плюс 1 эквивалентны. У нас есть соотношение. А здесь мы посмотрим, а может быть ли такое, что 2 вершины i плюс 1 эквивалентны, но не i плюс 2 эквивалентны. Тогда мы делаем метод индукционного спуска и покажем, что такой быть не может. То есть, давайте вот это вот напишу, чтобы было понятно. Что вот эта вот штука значит? Это значит, что для любых Q1 и Q2 такие, что они и эквивалентны, будет следовать, что Q1 и плюс один эквивалентны Q2. Вот это вот значит. То есть здесь мы пытаемся показать, что если у нас слово и плюс один эквивалентны, то два состояния и плюс один эквивалентны, то они и плюс два эквивалента. Пусть это не так, предположим, противное. Два состояния и плюс один эквивалентны, но не и плюс два эквивалентны. Что пользовались? Вот это? Здесь не пользовались, смотрели слова длины не больше два, здесь не пользовались, здесь не пользовались. Мы поняли, что состояние вот дельта Q1A и дельта Q2 не и плюс один эквивалентны. Да? Ну а поскольку вот у нас есть то соотношение, которое я написал для равенства мощных множеств, то мы получаем, что здесь и плюс один можно было бы заменить на и. Потому что если бы они были бы и эквивалентны, то эти ребята были бы и плюс один эквивалентны. Ну, получили противоречие. Вот с этим вот каноническим. То есть пишем вот то соотношение вот здесь вот, для вот этой штуки и вот этой штуки. Приводим противоречие, но получается, что поскольку эти ребята не эквивалентны, то эти ребята будут не и плюс один эквивалентны. Вот. То есть нам, смотрите, мораль сей басни такова, если поняли доказательства, что нам нужно дождаться первого момента, когда у нас классы между собой не будут разбиваться. То есть у нас был класс эквивалентности, и он не разбился на два класса и плюс один эквивалентности. Итак, теперь давайте понимать, что такое Q по ноль эквивалентности. Люди, у которых… Это ровно не завершающая вершина. Да, это ровно завершающая, не завершающая вершина. Ну, у кого-то уже семинар был на минимизацию по ДК. Когда расширяется класс эквивалентности? Разбивается. Да, когда можно пройти по буковке и попасть в разные классы эквивалентности. Вот. Ну, то есть нам нужно найти различие в слове длины M плюс один, переход по первой буквы, мы попадаем в разные классы по N эквивалентности. Ну, на семинаре подробный алгоритм вроде бы смотрели уже, рисовали? Все, отлично. Так, ну, новый класс, когда мы попадаем в разные классы Q. Итак, следствие. Терема Майфела Неруда называется она. На самом деле это просто вся солянка, которую мы с вами должны собрать. Да? А вот у нас в состоянии было в модуль Q минус 2, это количество состояний? А я сказал, что это константа O большое от количества состояний. Там можно посчитать, что типа модуль Q минус 2 точно будет хватать. Ну, главное, что наша цель, что эта история, когда она заканчивается, и она заканчивается O большое от количества состояний. Ба, спасибо. Терема Майфела Неруда. Язык эквивалент тогда и только тогда, когда количество классов эквивалентности конечна. Ну, такая сеть достаточно простая. Если язык автоматный, и строим минимальный ПДК, вычисляем количество состояний в этом минимальном ПДК. Каждый из них будет классами эквивалентности сигма звездочка по L. Второй факт. Если у нас это количество состояний меньше, чем бесконечности, то мы можем с вами построить канонический минимальный ПДК. Ровно по тем формулам, которые мы с вами делали. Помните, вот это М0 мы с вами строили? Просто берем и строим. Понятно, почему эта лема теперь, эта теорема, которая называется, она важная, но ее доказательство достаточно простое, когда мы ввели весь этот математический аппарат. или вы все переписыванием занимаетесь? Вопрос. Давайте пока вы дописываете. Вопрос такой. Как при помощи этой штуки можно проверить, что язык не является автоматным? Не, ну, канонического ПДК… Ну, а как мы можем понять, что канонического ПДК нет? Да, надо найти счетное количество классов и квалетности. Вот. Это, если что, лайфхак на контрольный, если вы не можете лему о разрастании применить, про которую мы сейчас будем говорить. Можно воспользоваться лему Ахилла Нироуда. Сейчас мы это сделаем. Да, если язык содержит бесконечное количество классов и квалетности, то он не является автоматом. Ох, а теперь наше любимое. Лема о разрастании. Она называется лема о накачке, лема о разрастании, пампинг, лема, в общем, можно ее хоть как называть, все равно к одному и тому же придете. И, значит, смотрите, что у нас. Пусть у нас есть автоматный язык, пусть у нас он будет конечный, это счетный автоматный язык, ну, конечно, там несложно разобраться. Тогда смотрите. Существует некоторая константа, P большое, такое, что любого слова, лежащего в этом языке, такого, что его длина больше, чем, а почему больше, что больше или равна, чем P, можно сказать. Существует разбиение слова W на три куска XYZ, таких, что длина XY не больше, чем P, начало не очень большое, Y не пустое, и такое, что для любого K из натуральных XY в K лежит в языке. Рассказывали на семинарах или еще не успели? Не успели. Хорошо. Ну, давайте тогда немножечко даже попрактикуемся, у нас как раз с вами есть 10 минут. На это, мне кажется, этого нам с головы хватит. Все, забываем про сложную теорию на сегодня. Она у нас сегодня больше не понадобится. Так, поехали. Значит, смотреть. Идея такая. Давайте возьмем автомат с однобуквенными переходами. Получились базисные пункты. Ну да ладно. Так, теперь смотрите. Возьмем P количество состояния в автомате. Тогда, если длина слова больше равна, чем дубль P, то что мы можем сказать с вами? Мы начинаем в стартовой вершине, вот это Q0, заканчиваем в завершающей вершине. Да? Всего у нас состояние в модуль Q. Вопрос. Сколько состояний мы посетим? с повторениями. Давайте считать. Нет, давайте вот у нас у нас есть слово длины, у него какая-то длина. Сколько состояния мы посещаем, если замерять это как функцию длины слова? Да, хотя бы P плюс одно. Но вообще количество длин слова плюс один. Да? Ну что мы узнаем про эту штуку? То она больше равна, чем P плюс один, и это больше, чем P, которое является количеством состояния в автомате. Тогда по принципу чувака, который придумал задачу о зайцах, мы получаем следующую вещь. У нас существует какая-то вершина Q, которую мы посетили дважды. Ну давайте теперь эту вершину как раз с вами и обработаем. Возьмем самую раннюю Q. первое пересечения. Получим вот такую вот, давайте я даже картинку на отдельной доске нарисую, большую картинку. итак, смотрите, вот она вершина Q0, вот она наша вершина Q, которую мы говорили. Это пусть QO. Получаем такой цикл. Вот. Но считайте, этого шланга перегнулась, да, и вы сейчас ее надувать будете. Путь от Q0 до Q обозначим Q, цикл по Q обозначим по Y, а путь от Q до QF обозначим как Z. Теперь вопросы, которые нам нужно с вами обсудить. Что нам надо показать в этой истории, чтобы работала наша лема? Какие условия нам надо проверить? А? Да, первое. Ага, второе. Да. Так, хорошо, давайте понимать, что мы, какое проще проверяется? Первое, второе? Второе. Так, почему второе дело? Да, так автомат с однобуквными переходами. А почему длина XY не больше, чем P? Вот это самая интересная вещь в этом доказательстве. Что было бы, если бы длина XY была бы больше, чем количество состояний в автомате? тогда бы в XY нашелся цикл и Q не первое пересечение. ну, а XY в кат и Z достаточно просто получить. Мы идем по X, Y раз накачиваем K и делаем Z. вот такое вот доказательство, история. Значит, как это использовать? Как показать, что язык не является автоматным? Да, надо применить отрицание лема-разостаяния. Давайте его напишем, потому что, мне кажется, это фундаментально важное понятие. Значит, пишем отрицание. Погнали. Эй, ты что, не вырубайся раньше времени. Поехали, пишем. Диктуйте. Ага. А почему здесь меняется квант? Все, остается. Ага. Что для любых, вот самое главное, для любых. Все условия остаются. дальше что? Ага. Тут че? Не лжетвэй. Подчеркну для любого. То есть, берете, просматриваете произвольное п, ищете слово достаточно большой длины, показываете, что, ну, берете у него начало хорошее, то сделайте его так, чтобы у вас начало было хорошее, не больше длины, зашиваете туда какие-то свойства, и потом подбираете, как, который ломает этот язык. Вот. И давайте рассмотрим вот такой вот язык, АВН и БВН. Давайте начнем с того, как он доказывается через теремию Майхелла Нироуда, потому что, если что, на семинаре вы разберете, как он доказывается через лемо на качке. Итак, скажите мне, пожалуйста, какие классы эквивалентности мы можем взять? Давайте рассмотрим слово АВН, АВН и АВМ, где Н не равно М. Что мы можем сказать про эквивалентность? Они эквивалентны или нет? Нет, почему? Да, так как возьмем слово В равно БВН, и получим, что АВН-ный, БВН-ный лежит в языке, АВН-ный, БВН-ный не лежит в языке. Да, то есть берем, справа дописываем, так, что я не, ой, не то написал, да? Да, не то, АВН-ный, БВН-ный. То есть, нашло я слово, которое их различает. И это получается из этого, что количество классовой эквивалентности как минимум сколько? Ага. Как это пишется-то? Не более изоморфно, чем подмножество натураль. Так, наоборот. Вот так-то пишется, да? Так же получается, что пишется изоморфизм по одного множества это? Что вот эта вот штука изоморфно подможество вот этого. Ну, значит, этот язык не автоматный. Так, вот это понятно? Полемия разрастания будем смотреть? Да, давайте напишем. Значит, опять же, смотрим фиксированное П. Произвольное П. Смотрим слово, скажите, длины, слово длины хотя бы П, у которого лежит в языке. Слово длины хотя бы П, которое лежит в языке. А? Ну, оно должно иметь вид АВН да, да, ну, к сожалению, мы будем перебирать значения тут, как я слышу, можно рассмотреть слова вот такой, АВПТ и БВПТ. да, тут проще. Значит, смотрите, давайте все-таки АВПТ и БВПТ перерассмотрим, потому что иначе мы заколебемся. Значит, смотрим. Рассмотрим разбиение W на XYZ, где длина XY не больше, P, а Y не пустое. Тогда скажите, что мы можем сказать про Y из этого свойства. Да, тогда Y это точно А в какой-то степени L. Поскольку XY находится левее, чем Y, то X это А в степени M. А Z тогда у нас получается равно А в степени P минус L минус M B в степени P. Ну и тогда возьмем слово X, я не знаю, давайте для прикола возьмем слово XZ. Потому что мы по этому циклу можем пройтись не когда доказательство пишем, там K не натуральное, а можно сказать, что оно будет натуральной с нулем. Но просто по циклу не пройдемся. Ну и тогда это слово у нас будет А в степени L на А в степени P минус L минус M на B в степени P. А это у нас получается А в степени P минус M на B P P. Ну осталось заметить, так как M больше нуля, то P минус M не равно P, но из этого следовать будет, что у нас с вами, что XZ не лежит в L. Ну и это приводит к тому, что у нас язык является с вами не является автоматным. Фух, в общем, получилось так, что у нас одна лекция растянулась на две, но зато более-менее мы формально все переходы обсудили, это мне кажется более важным, чем скипнуть какие-то моменты. Вот, два доказательства, но вот то, что мы поняли за эти две лекции, что минимальный P.D.K. существует единственный, как его построить и вообще как язык, что как понимает, что язык не является автоматным. Чтобы понимать, что будет в следующий раз, мы с вами будем расширять нашу конструкцию, вообще посмотрим иерархию того, где у нас находятся автоматы в этой всей истории и ведем новый класс конструкции над формальными языками. Все, на этом все. Спасибо.